Встреча с известной итальянской балериной вместо привычного школьного звонка. Самарское хореографическое училище принимает в день знаний, именитых педагогов и новых учеников. Приглашение в мир большого искусства в сюжете Татьяны Пудовой. Позади два месяца каникул, теперь каждый день расписан по минутам. Первая встреча, сразу мастер-класс. Анна Марии Прина рассказывает о балете от и до. Профессиональную базу она получила в Ласкало, и там 30 лет возглавляла старейшую итальянскую школу балета. Танцевала в Большом и Мариинке. Признается, именно стажировка в России подтолкнула ее к мысли, что она должна стать педагогом. Я советовала бы, что не надо забыть, что надо работать. Работать и работать, быть любопытством. И надо хотеть учить, ну все предметы, все, чтобы быть богатым внутри. И так они будут не только танцоры и балерины, а артистами. Студенческие билеты юные балерины получают из рук итальянской примы. Студенческий билет. Ой, ну, когда я вошла на сцену, я думала, ну вот, все кажется, уже балерина стала. Вот. Я рада, что я получила этот свой билет. И думаю, в дальнейшем, в будущем я буду танцевать на сцене. И что я достигну той цели, которую я ждала так долго. Приглашение педагогов-репетиторов из-за рубежа – это мировая практика. Теперь важнейшая часть учебного процесса. Мы говорили о расширении контактов нашего хореографического училища и с Москвой, и с Санкт-Петербургом. Вот сегодня мы здесь принимаем гостей из хореографии, из балетной школы «Ля Скава», соответственно, это Италия, Милан. То есть, в общем-то, самое главное сейчас – это повысить уровень нашего танцевального мастерства, наших студентов. В расписании не только уроки классических танцев, еще базовые предметы – иностранные языки, английский и французский. Прошедший жесткий отбор примут участие в концертах и спектаклях на главной сцене театра. Татьяна Пудова, Сергей Александров, Новости губерния.